Вы когда-нибудь смотрели на фотографию и просто думали, что должны увидеть ее своими глазами. Вы так живо представляли себе, как потрескивают ветки у вас под ногами, когда вы идете по тропинке. Вы чувствуете, как солнце обдувает вашу кожу приятным ветерком. Запах свежего воздуха наполняет ваши легкие, сопровождаемый звуковым сопровождением из пения птиц и шелеста листьев. Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь спросил меня о Литве, кроме того, что я знала, что она находится в Европе, я была бы в растерянности. Но одна фотография привела нас сюда. Простая фотография очаровательного дома, уютно устроившегося среди деревьев, позволила нам открыть для себя и исследовать эту прекрасную страну. Потому что это всего лишь одна фотография, которую я должна была увидеть своими глазами. Проведя несколько насыщенных дней в Вильнюсе, мы были готовы к тому, чтобы провести несколько дней в тишине и покое в сельской местности Литвы. Но, честно говоря, наш спокойный отдых начался не самым лучшим образом. Мы сели на поезд из Вильнюса в Варену, так как это было очень дешево и удобно, всего в часе езды от Варенны и примерно за 5 евро. Однако, как только мы прибыли на станцию Варена, мы поняли, что расположение на карте в списке Эрбнб не совпадает с расположением самого домика на дереве. Оказалось, что он находится в 20 минутах езды от отеля. Мы с трудом смогли найти такси в этой сельской местности, не зная местного языка и не имея возможности воспользоваться услугами Юба. Но, к счастью, нам удалось связаться с хозяином отеля Эрбнб, который любезно забрал нас на своей машине. Но в каждом облачке есть и лучик надежды. Мне было приятно познакомиться с хозяином Эрбнб, который, как и многие другие, с кем мы встречались, поделился с нами своей любовью к своей стране. И истории о том, как он и его брат сначала сами построили домик на дереве, а затем превратили его в бизнес в случае заражения ковидом. Свежий воздух сразу же вдохнул в Наоми новую жизнь. О, у нас есть два гамака. Это совершенно очевидно. Мебель для домика на дереве была подобрана так тщательно, как будто его владелец действительно жил там сам. Во всем этом заведении был достигнут идеальный баланс между чувством ручной работы, выполненной с любовью, и отделкой по чрезвычайно высоким стандартам. О, дорогой, здесь так чудесно. Давайте оставим баги там снаружи. О, это так мило с вашей стороны. О, как мне нравится этот древесный запах. О, это так мило с вашей стороны. Посмотрите на наши окна. Мы буквально окружены лесом. Здесь так уединенно и уединенно. Это самый настоящий домик на дереве. У нас есть душ и туалет. О, как здесь божественно пахнет. Здесь действительно так вкусно пахнет. Здесь так вкусно пахнет. Ничего себе, ничего себе. О, это просто отвратительно. Вы такой больной человек. Вау, вау. Внимание к деталям было феноменальным, места в салоне было достаточно, а Wi-Fi работал очень быстро. Это место с такой же легкостью могло бы стать как рабочим местом для отдыха, так и романтическим убежищем. Да, так что это видео действительно было снято еще летом 22-го года. И как вы, наверное, заметили, мы немного замедлили загрузку старых видео. В этот отпуск мы отправились в Литву как раз перед тем, как я поступила на последний курс медицинского факультета. Да, это довольно безумно, потому что только вчера у вас был последний экзамен в медицинской школе за всю вашу жизнь. По крайней мере в университете. И самое замечательное в этом то, что через несколько дней мы снова отправимся в путешествие. Да, так что в ближайшие пару месяцев мы собираемся посетить Ямайку, а Наоми отправится в путешествие по всей Америке. Да, я буду работать в местных больницах. Вернемся к просмотру видеозаписи. Здравствуйте! Спасибо вам большое. Ваше здоровье, ваше здоровье, ваше здоровье. Это жучок. В первый вечер мы решили воспользоваться кострищем и приготовить несколько хот-догов. Мы находим что-то особенно уютное в этом ощущении, когда разжигаешь огонь. Возможно, это связано с тем временем, когда мы жили в Швеции, где нам приходилось каждый день разжигать огонь, чтобы нагреть воду и обогреть наш дом. Разве вы не готовили сами? А какой у вас пудинг? У вас очень вкусные помидоры. Добавляйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok На следующее утро мы проснулись от того, что свет мягко угасал со всех сторон, окруженные полной тишиной. Наш хозяин любезно одолжил нам несколько симпатичных маленьких велотренажеров, на которых мы могли бы исследовать окрестности. Мы решили отправиться в путь и попытаться найти местный магазин, где можно купить мороженое, чтобы насладиться им в погожий летний день. Мы с Наоми не являемся обычными велосипедистами, и четверо из нас не являются обычными велосипедистами. Это были довольно сложные условия для езды на велосипеде. Мы каким-то образом совершили ошибку, совершив эту велосипедную прогулку дважды. Езда на велосипеде по песчаным дорожкам в лесу, несомненно, была хорошей тренировкой, когда мы старались держать велосипед по прямой линии и не упасть. В конце концов, мы добрались до этого прекрасного асфальта, и мы подумали, что отсюда будет легко плыть, пока мы не упремся в несколько массивных холмов на вод и все. Люди говорят, что езда на велосипеде предназначена для того, чтобы расслабляться. Я не совсем уверен в этом, но мы действительно добрались до места назначения и купили свое мороженое. К тому времени нам действительно нужно было остыть. После успешной миссии мы почувствовали, что в тот вечер заслужили право воспользоваться гидромассажной ванной с приятным бокалом просека. И потребовалось некоторое время для столь необходимых размышлений. Субтитры создавал DimaTorzok Мы проводили целые дни в домике на дереве, совершая долгие прогулки, читая книги, разговаривая о нашей жизни, нашем будущем, наших отношениях, наших целях и о том, как мы могли бы помочь друг другу достичь их. Мы смеялись и играли в разные игры, а когда нас не было рядом и мы смотрели на звезды, мы уютно устраивались в постели и смотрели фильмы у камина. Привет из солнечной Литвы! Сегодня такой чудесный день. Как и следовало ожидать, в природе водилось много насекомых. Мы старались подготовиться к этому каждый день, нанося глубокий спрей, а также используя спирали от комаров. Но насекомые были повсюду, и иногда это причиняло боль. Эти почки пытались это сделать, но только не сегодня. Есть один человек, который буквально только что попробовал это сделать. Это очень здорово. Джамас. Чем вы занимаетесь, дорогая? Я остываю, остываю. О, это так мило с вашей стороны. После того, как я так хорошо и спокойно провел время, мне не терпелось поскорее вернуться домой и погрузиться в новый проект. Как вы, возможно, знаете, если следите за Наоми в инстаграм на сайте Naomi CC. В начале этого года мы купили квартиру. И я почувствовал прилив сил, чтобы вернуться и заняться некоторыми делами. Ремонтные работы. Так что убедитесь, что вы подписаны на канал, чтобы посмотреть, как это будет происходить. Итак, мы направлялись домой через Вильнюс, и нам нужно было быстренько перекусить. Мы отправились в местечко под названием Азарин, которое находится недалеко от железнодорожного вокзала, чтобы отведать один из знаменитых вильнюсских шашлыков. Наша местная подруга Люсия порекомендовала нам это заведение для быстрого обеда или позднего ужина, и оно нас не разочаровало. Когда мы туда добрались, там стояла огромная очередь, но ожидание того стоило. Мы приехали в аэропорт немного пораньше, чтобы успеть на наш рейс, и решили попробовать воспользоваться фантастическим залом ожидания аэропорта. У нас уже некоторое время был ключ от зала ожидания в наших банках, но нам никогда не приходило в голову проверить это на практике. Так что получается, что вам все равно придется платить. Таким образом, вход стоит по 20 фунтов стерлингов за штуку. Но, цитируя человека на двери, можно сказать, что все, что вы видите, принадлежит вам. И это совсем небольшая цена за неограниченное количество еды и напитков, а также за ощущение роскоши в конце вашего отпуска. В целом, мы получили огромное удовольствие от нашей поездки в Литву, и будем рекомендовать ее всем желающим. Я уверен, что в какой-то момент в будущем мы еще вернемся сюда. Здравствуйте и добро пожаловать в нашу новую команду Крыс.